Да, я чего-то не могу прекратить сегодня выпускать видео, мне прям прет, можно сказать. Не знаю почему, может потому что блондинка моя уехала в Германию. Может поэтому я клепаю сегодня кучу видео. Простите меня те, кто уже не может их смотреть одно за другим. Смотрите какая красота, я выехал в город сейчас вечером и такая красота, убрали все эти мешки, убрали, ну почти все. Люди теперь могут гулять, но к сожалению нельзя гулять на Приморский бульвар, он до сих пор перекрыт. Но так вот возле оперного, вокруг оперного можно пошастать, насладиться закатом красивым, цветами. Круто конечно возле оперного. Да, ну и к Екатерине тоже не пройти, я уже говорил об этом. Там тоже закрыто. Так в центре можно гулять только по Дерибасовской и вот здесь можно сказать. Поэтому в последнее время как-то вот в центр особо и не тянуло. Народ в основном ехал в Аркадию и гулял по Аркадии, потому что там не чувствуется вот это вот настроение войны. Не видно этих мешков и всяких этих противотанковых ежей. Вот такая красота у нас. Какова красота, посмотрите. Какова красота. Вчера был закат просто обалденный. Какая-то прям Калифорния была в Одессе. Не знаю как сегодня, он был такой малиновый-малиновый. Ну да, сейчас уже закат сегодня, видимо, не будет такой же малиновый, как вчера. Но все равно красиво. Видите, мы подошли к стене напротив оперного театра, где перечислены все герои Советского Союза Одессины. Так это выглядит. Видите, все на месте. Напротив оперного. Здесь даже есть мой родственник. Такие сегодня выдуманы, наверное, просто хроники опять нашего города. 7 июня 2022 года. Чтобы потом смотреть, через энное количество лет вспоминать эту красоту. Вот так вот в Одессе, ребята. Честно, я не знаю другого второго такого города, который был бы лучше летом, чем Одесса. Вообще. Вот поверьте, я много где был. Но лучше города летом, чем Одесса, я не знаю. И хуже города зимой, чем Одесса, я не знаю. Зимой он отвратительный, мерзопакостный, промозглый, грязный. Ну, а летом вот такой. А еще, ребята, я очень люблю вот именно это место на Ришлевской. Знаете почему? Летом. Потому что когда здесь останавливаешься, и смотришь в зеркало заднего вида, и видишь вот такой вот вид. Это просто красота. Эстетика в чистом виде. Вы понимаете, что такое нельзя уничтожать? Я буду эксплуатировать сегодня свой закат по максимуму. Возрадуемся, ребята. Боясь Богом – это начало того, чтобы вы не боялись. Смотрите. Посмотрите, как это смотрится. Видите, у меня уже есть подарок. Надеюсь, что меня не завербовали. Неплохо. И боясь Бога – это начало всего, всего, чего. Вот у нас даже такое есть. Ну, честно, я этого уже не видел лет 20 или 30. Здесь у нас такой дядька повелся. Я не знаю, может, это наемник, который передумал воевать и зарабатывать деньги. Ну, откуда здесь американец, не знаю. На самом деле, вот где-то в 95-96 году я был близок к этой кухне. Пресвитерианцы, там, знаете, американские священники. Почему, вы меня спросите? Да потому, что я учил английский язык и потому, что я практиковал его. И такая забавная история оказалась в итоге, что ребята сдавали отчет о завербованных людях. Не хочу ничего говорить плохого про этого типа. Но такая история была. И самое смешное, что... Как его звали? Даглас. His name was Douglas. Даглас был ведущим на просто радио. И он был очень даже не дурак подзамутить с нашими одесситками красивыми. У него была такая девушка, что... Что прям, я скажу, она была очень неплоха. И я так помню, я так понял, где-то так. И подсознательно, и сознательно, что эта девушка, она была меркантинная. То есть, не все так однозначно со священниками Соединенных Штатов Америки. Я kind of learned English when I was at the university. Oh, yeah? Yeah, a long time ago. I've just been recollecting my time when I was a student. It was 1996, something like that. You look... You don't look that old. Well, everybody says that. Ask your age? Well, yeah, I'm 43. 43? 1979? Yeah, sure. Me too. October. Oh, great. I'm from May. Oh, yeah. What about the same? 25th of May. Wow, yeah. I'm a Gemini. I joined the US Army in 1997. Yeah, cool. I just... I remember there were some battleships coming to Odessa in 1996. There were Marines. Yesterday I was making a video about that. Maybe a couple of days ago. Эх! Вот так вот разговорился с американцем и упустил закат. К сожалению. Возле аптеки Гаевского. Думал и здесь поснимать. Но баптисты, они люди такие. Хотят помочь. Хотят, чтобы все попали в рай. Вы знаете, очень интересно поговорить с американцем. В любом случае, я попытался узнать у него про его взгляды политические. Потому что мне прямо сейчас интересно, насколько раскол это общество в Америке на тех, кто за республиканцев, на тех, кто за демократов. Потому что, вы знаете, сейчас этот раскол, он прям гремучий. Но все-таки американец этот верующий. И он сказал, что он не верит ни тем, ни другим. Он понимает, что люди просто хотят нажиться и распилить бабос. Секретно, они взяты деньги. Апарт, понимаете. В самом деле, да. Это выглядит довольно ужасно. Когда Биден говорит, что это 40 биллионтов для Украины. И потом, на следующий день, он сказал, «О, давайте начнем договоры с Россией». Как это может быть? Почему ты просил 40 биллионтов? И он говорит, что Америка сейчас, она в большей степени похожа даже на Украину, чем раньше. И вы знаете, я тоже заметил это. Вот когда вышел фильм про три билборда, смотрели, может быть, шикарный фильм. Вот он мне напомнил наше кино. Вот помните эту чернуху? А что помните? И сейчас вы понимаете, что такие фильмы российские, украинские тоже выпускают на экран. Они фигурируют на разных всяких фестивалях. Фестивалях, sorry. И вот я заметил, что в Штатах как-то переключились с глянцевости на вот такую своеобразную матовость, если можно так сказать. То есть глянцевость, ну, она уже не особо присуща американскому кинематографу. То есть что-то меняется, видимо, в головах у людей. И так оно и есть. Чтобы я в 96-м году услышал от американца про то, что кто-то пилит бабос, ну, это было бы очень странно. А сейчас прямым текстом американец мне говорит, что бабос пилят, и что никто особо за Украину не думает в Америке. Вот они приехали сюда, привезли медикаменты, они молятся за украинцев. А говорит, а политики? Политики нет. Политикам наплевать. Ну, я поэтому и спросил у него про Байдена и про эти 40 миллиардов. Просто сегодня Байден просит 40 миллиардов на Украину, а завтра он предлагает украинцам делить уже земли с россиянами и договариваться. Ну, это как-то очень скоропостижно, вам не кажется? И для кого эти деньги были взяты? Почему? Вот. И где они останутся, тоже большой вопрос. Но не будем о грустном. Вот это вот у нас Дерибасовская. Ну, вот и закончился этот день. Да. Потихонечку. Еще забавная история с этим американцем. Ну, она какая-то такая типичная. Типичная история. Он рассказал про то, что вот он раньше был драгдилером, употреблял наркотики и бухал, а потом стал вот, типа, проповедником. Я помню, что это прям стабильная история у всех проповедников почти американских. А то я сказал, что, вы знаете, я каким-то образом просто... I skipped the stage, прошел эту стадию, пропустил ее мимо и стал... Стал преподавателем университета. Короче, времени у меня на то, чтобы бухать и колодца не было, и продавать наркоту. Такие раньше у нас были, да, времена. Да, вот мой родственник. Шмаков. Да, Шмаков, он из рода Черепановых. Если вы знаете про таких Нижний Тагил. До Комендантского часа еще полтора часа. Посмотрим, чем заняться. Можно съездить в Аркадию. А можно поехать домой. Такс.